Привет, друзья! Я Григорий Герман. О том, как российская оппозиция оценивает полдник против Путина, о том, как было вброшено более 30 миллионов голосов за Путина, просто нарисовано, о миллионах камер в Москве и о том, почему только раскол элит может привести к смещению путинской власти через какую-то из форм российского Майдана. Но первоначально раскол элит, а далее уже все остальное. Обо всем этом мы поговорили с Дмитрием Гудковым. Оставайтесь, будет интересно. Первые вопросы, первая группа вопросов, конечно же, у меня к тебе, как представителю российской оппозиции, твоя оценка акции «Полдень против Путина». Насколько она, с твоей точки зрения, удалась, насколько она была логична и к чему она там, условно говоря, привела? Ну нет, акция крутая была абсолютно. Я никогда не стоял на избирательном участке 4 часа. В небольшом Лимассоле я туда приехал, там почетное консульство. Ну самое главное, чтобы в России люди вышли. Просто сейчас идет сравнение, что вот за рубежом большие очереди, а в России не очень. Но дело в том, что в Москве 3000 избирательных участков, даже больше. Просто на каждом участке зарегистрировано от 1000 до 2000 всего избирателей. Поэтому, когда там образовались очереди, да, это там все равно прошли сотни, но это значит, значительная часть вышла выступить против Путина. Кто-то портил бюллетени, кто-то там за кого-то галочки ставил, неважно. Вот, все равно никого не посчитали, как мы поняли, и задача была людей просто показать. То есть это не участие в выборах, это просто такая массовая протестная акция, которая прошла во всех регионах России, и особенно там очень красиво и заметно за рубежом. Вот, так что картинку мы Путину испортили, очевидно, потому что он надеялся и рассчитывал, что у него будет эти 800 с лишним процентов, без какого-либо сопротивления. А здесь все-таки общество каким-то образом себя показало. Это очень хорошо. Вот, результат для меня изначально был очевидный. Я, честно говоря, думал, будет 85, ну вот ошибся на 2%. В итоге Путин нарисовал себе северокорейские результаты, уже сейчас даже мы видим все эти фальсификации. То есть там 30 с лишним миллионов аномальных голосов, ну понятно, что это вброшено. Это без учета того, как они там перерисовывали просто тупо протоколы. Значит, на участках, где считали честно, Путин набрал от 40 до 60 при явке 50. И это с учетом трехдневного голосования, административной явки, отсутствия вообще каких-либо, какой-либо альтернативы ни одного по-настоящему антивоенного кандидата не было. Так что, ну такая победа, хоть и с северокорейским результатом, но она очень неуверенная. Хотя, возможно, Путин верит в эти цифры. Скажи мне, пожалуйста, такую штуку. Вот объясни мне, зачем люди, которые пришли на полдень против Путина, увидели, показали, стали... Зачем они пошли голосовать, собственно говоря, тем самым повышая абсолютно честную явку. Да, там, например. Ну не честную с точки зрения того, какой она была. Да, да, честную с точки зрения того, что теперь это можно представить и все представляют, как ребят. Ну смотрите, вот у нас очередь. Зачем мы... Насрать, извиняюсь им, на явку. Они нарисуют любую явку. То есть вообще рассуждать о каких-либо цифрах в итоговом протоколе просто бессмысленно. Бессмысленно согласно. Ну не пришли бы, но нарисовали такую явку, какая разница. Здесь же задача была, заключалась в том, чтобы люди выстроились в очереди, стояли долгие. Просто если это мы организовывали как протестную акцию, всех бы разгоняли. То есть это была бы незаконная протестная акция. Наша задача же была сделать это безопасным форматом. А потом, ну хорошо, ты пришел, постоял 10 минут, ушел. Нет, ты же стоишь, ждешь этот бюллетень. Кто-то захотел забрать с собой бюллетень. Вот, это же, ну, грубо говоря, позволяет нам совершить действия в течение многих часов. А так пусть все разошлись. Ну, так ты идешь, ждешь в своей очереди, получаешь бюллетень, пишешь там что-нибудь. Ну и заодно, здесь же, когда люди участвовали в голосовании, да, ну, в фейковом голосовании, неважно. Они же там писали то, что они думают про Путина, про войну. Вот, а важно же это было все равно продемонстрировать. Потому что, ну, как бы мы заставили таким образом Путина массово все фальсифицировать. И это заметно стало даже с учетом отсутствия там наблюдателей на большинстве участков. Вот, это первое. Второе. Организаторы, силовики, элиты знают теперь реальную волю заявления. Они же прекрасно понимают, как на самом деле. Потому что все равно какие-то честные участки были. Вот, и по этим участкам мы просто судим, как на самом деле люди голосовали. Это же тоже интересно. Поэтому именно как раз участие во всех этих процедурах позволило нам сегодня продемонстрировать массовые фальсификации. Без этого бы ничего не получилось. Мы бы не знали. Ну, рисовали бы и рисовали. Одинаково бы на всех участках. Окей, хорошо. Что дальше? Какие дальше действия людей, которые хотят что-то изменить в России? Я здесь сделал несколько выводов. Которые я на ближайшей нашей встрече оппозиции буду рассказывать. Первое. Когда мы действуем вместе, я имею в виду российское зарубежье, понятно, что вся эта акция была организована независимыми блогерами, политиками и СМИ, которые находятся за пределами России. Потому что внутри это все попадает под экстремизм. Значит, как только мы действуем вместе, то мы можем достучаться до очень большой аудитории внутри России. То есть, если мы бьем в одну точку. Значит, теперь нужно продолжать именно вот эти коррективные действия. Второе. Нужно сейчас искать возможность выхода на другие аудитории. Нами не оквачены. Значит, нужно придумывать какие-то специальные форматы и какие-то технологии. Третье. Во-первых, сам факт, то, что люди собрались, увидели своих соседей, поняли, что они не в одиночестве, я думаю, очень сильно повлиял на атмосферу в стране. Потому что до этого ты сидишь, думаешь, что ты один такой против войны. А на самом деле они поняли, что в реальности все выглядит совершенно иначе. Плюс огромные очереди за рубежом. Я надеюсь, нам позволят все-таки как-то нам помогать людям, которые находятся сейчас без виз, без паспортов и так далее. И все-таки продемонстрировав такое влияние, мы сейчас, я надеюсь, будем более эффективно влиять на санкционную политику. Ну, во-первых, мы продемонстрируем, да, что те, кто уехали, это люди с антивоенными позиций. Ну, как бы очевидно, что новая волна эмиграции в этом участке. Вот, а значит, санкции надо делать эффективными, пересматривать, бить надо по Путину окружение, а не по людям. Ну, вот нужно, это я уже говорил неоднократно, да, что Путин боится оттока капиталов, оттока кадров. То есть денег, у него много, он продает нефть, деньги у него в стране. Они не выводятся оттуда никак, поэтому они крутятся в экономике, у него всегда есть 120 ярдов на войну в год. Поэтому нужно открывать каналы, хотя бы западные банки должны открыть такие каналы вывода капиталов, то есть человек продает квартиру, недвижимость, бизнес, вот, и может вывести куда-то в нормальную юрисдикцию. Тогда отток капиталов можно составить до, там, стотни просто, миллиардов долларов в год, до полутриллиона, некоторые эксперты говорят. А это пять военных бюджетов в России. Это первое. Вот, а второе, отток кадров. То есть нужно, вместо того, чтобы закрываться в Европе, наоборот, нужно открываться и финансировать программы релокации для специалистов, как минимум, да, там, айтишники, инженеры, там, люди, которые, которые нужны Путину для его военной машины. Ну, я уже говорил, минус один инженер, минус какая-нибудь одна ракета, минус, там, один айтишник, минус софт, который используется в АПК. Вот это надо сейчас делать. Будем сейчас максимально этого добиваться. Ну, а дальше нам просто нужно готовиться, любой момент использовать и призывать к каким-то единым действиям. Что это будет? Мы сейчас не понимаем. Метерс будет, расколы лиц будет, какой-нибудь еще там повод. Это же будет постоянно происходить. У нас даже за этот год сколько всего было. Да. Ты говоришь о единстве. Насколько российская оппозиция сейчас готова к объединению? Насколько российская оппозиция сейчас готова, например, к объединению с российской вооруженной оппозицией, которая кошмарит ФФСов, да, и Росгвардию, и армию в Белгородской и Курской областях, и насколько российская оппозиция готова к казусу Дованкова, да, я его условно называю вот так вот, когда кто там, Кац, по-моему, да, топил за Дованкова, Дованкова, голосуйте за Дованкова, который оказался, мягко говоря, не тем, кем его рисовали для избирателей. Ну, голосование за любого другого, кроме Путина, не противоречило общей стратегии. Полдень против Путина, да. Я считаю это ошибкой, но я сейчас не буду никого там, значит, критиковать, это не имеет значения. Дованков, не Дованков, какая разница? Главное выйти и показать, что мы против Путина. Вот. Некоторые стратегии могут быть ошибочными. Я даже не говорю про объединение оппозиции. Я говорю о том, что должен быть какой-то коррупционный орган, не орган, не знаю, как это будет называться, да, который будет какие-то вещи согласовывать. Вот. А каждый может действовать, ну, в своем направлении. Потому что вооруженная история, это совершенно другая история, да, потому что то, что делаем мы, это влияние на общественное мнение, это организация мирных протестных акций. Понятно, что это, ну, невозможно с вооруженными форматами как-то совместить, но при этом все равно коммуникация есть. Вот сейчас, например, там и Фегин, и Иван Тютрин, и там Чирикова были в Киеве. Да. Контакты есть. То есть здесь каждый действует, как действует, но если мы говорим про какие-то, значит, мирные форматы, да, для того, чтобы они были эффективными, здесь мы все должны бить в одну точку и будем против Путина. Нас не объединило, но она объединила наши усилия. Вот и дальше, мне кажется, мы должны действовать таким образом. Потому что объединиться в одну структуру – это невозможно. Да. Вот. А действовать вместе в каких-то там критических моментах, а таких моментов будет очень много, надо к ним просто готовиться. Ну, мы можем. Что будет он делать? Что будет делать Пляшин? Ну, он теперь не должен смотреть на рейтинги, он теперь не смотрит ни на что. Он получил там, условно говоря, подписанный, да, нарисованный, но какой-то кредит его внутреннего какого-то доверия. А самое главное – доверие элит. Мы с тобой, по-моему, да, говорили о том, что там самое главное для Путина – это сохранить доверие элит, потому что если элиты перестанут ему доверять, то, собственно говоря, тут и начнется, да, раскол, табакерки и прочие приятные для нас с тобой вещи. А что он будет делать? Да, я все-таки подчеркну, я не так говорю. Доверие – не доверие элиты, да, а элиты как раз считают его отмороженным дедом, который всем уничтожил их, как бы поломал им жизнь, сломал судьбы там и так да. Другое дело, что ему важно было продемонстрировать, что он всех бараний рог может согнуть и закатать в асфальт, если они, не дай бог, даже подумают о том, чтобы его на кого-то поменять. Вот его задача. Эти 87%, к которым, возможно, он, кстати, верит. Так вот, значит, они ему нужны были для того, чтобы показать, что он ситуацию контролирует, что он власть и что, типа, вы даже не думаете рыбаться куда-то в сторону. Ну, подчеркиваю, элиты-то, тем не менее, все равно знают реальный результат, может быть, в отличие от Путина, да, потому что они имеют доступ к альтернативной информации, элиты, на самом деле, в диком напряге находятся, потому что, ну, кому это надо? Война, санкции, изоляция, там, репрессии внутри страны, когда ты слова сказать не можешь. То есть они живут в страхе тоже. Вот. Они понимают, что Путин, как бы, ну, ситуацию удержал, ну, это было понятно, что он удержит, но никакого выдающегося результата поддержки массы он не продемонстрировал. Он продемонстрировал рисовки, он продемонстрировал, что он держится на штыках, ну, значит, если из-под него штыки-то вытащить, ничего от него и не останется. Поэтому это понимание есть. В какой момент они могут отважиться на какие-то действия, я не знаю, да, наверное, будет какая-то ситуация. Или это будет процесс медленно, как бы, развиваться, но он будет развиваться. Поэтому он никакое доверие там, да, элит не имеет. Но, скорее всего, как бы, продолжает управлять с помощью страха как раз в этих элитах. Да, подожди, вот хорошо, ты затронул вопрос по НПЗ. Да, пошла, месячник ударов по НПЗ был только что, и Соловьев озвучил, что собственники НПЗ должны сами защищать свои НПЗ и должны тратить на это свои собственные деньги, а если не будут, то тогда мы сейчас вспомним, как вы эти НПЗ получили и как вы эти деньги зарабатывали. Но мы понимаем, что на самом деле Соловьев, он, конечно, там, типа, условно говоря, редко говорит что-то неодобренное, не озвученное из своей фантазии. Не озвученное в Кремле имеется в виду. Ну, я думаю, что он просто прекрасно их чувствует и знает, когда и что говорить. Вот. Он прям согласовывал, он просто, ну, он же не глупый все равно человек, да, при всем том, что он там мерзкий пропагандист, он систему очень хорошо изучил, сколько он там в ней выживал. Да, конечно, но кому из них нравится, что бомбят их НПЗ или какие-нибудь там комбинаты, не знаю, там тот же Липецкий комбинат, да, который, ну, единственное, который ни с каким Минобороном не сотрудничает, да, ну, кому это нафиг надо было там в Липецке. Вот. Поэтому они живут в состоянии, как бы, заложники, как заложники путинского вот этого совершенно идиотизма, да, который совершает эти военные преступления и вредит всем вокруг. Веришь, что начнется новый передел? Ну, в принципе, потихоньку начался, уже там региональных баронов уже начинает, это сам, дербанить. Вот этот, Челябинский-то металлорку, они уже отняли три завода. Я думаю, это начало. Пока крупных не трогают, но в какой-то момент чумбы и нет. Если ФСБ теперь, как бы, гарант власти Путина, ну, значит, им надо бы во что-то конвертировать будет свое влияние. Во что они могут конвертировать? Только в деньги. А где они могут деньги получить? Только от каких-то системных бизнесменов. Отлично. И системные бизнесмены будут за всем этим наблюдать, видеть эти тенденции, смотреть, что к ним приближается воронок, да. Не спать по ночам, слышать, как в старые времена, да, стук в дверь. И что? Ну, пока у всех тактика личного, персонального выживания. Готовы ли они будут объединиться и что-то этому противопоставить? Сложно сказать. Вот. Ну, вот, мы с Челябинским металлорку не отняли, посадили, и все. Поэтому все боятся. Все парализованы страх. Боятся объединиться, выступить больше, чем потерять все, что нажат, а не по сильным трудам? Ну, здесь же психология, она как работает? Умри сначала ты, а я потом, да, а я завтра. Вот. Трудно быть первым, когда правительство ошибается. Я помню такую фразу, мне сказали перед тем, как я вышел на болотную. Ну, вот они, ну, естественно, они пытаются, кто-то пытается договориться, кто-то пытается откупиться. Пока такая тактика. Ну, плюс все-таки Путин тоже, наверное, понимает, что, как бы, чистка элит, она может привести для него к совсем не тем результатам, которых он ожидает. Чистки Кремля, да. Да. Вот. Поэтому никакого доверия элиту Путина нет. Окей. На какие шаги он может пойти сейчас после выборов, когда ему не нужно оглядываться на 2024 год, март? Усиление репрессий, однозначно. То есть новые, новые репрессивные законы, больше уголовных дел. Потом это, я думаю, как раз затронет именно часть элит. Да. Потому что, ну, а кого там репрессировать-то? Лидеров либо поубивали, либо выдавили из страны, либо, как бы, демотивировали хоть что-то делать. Поэтому будут искать врагов народа среди своих, чтобы больше ничего отнять. Потому что у какого-нибудь активиста, кроме там арендованной квартиры старой, ничего нет. Ну да. Вот. А у Металлурга можно отнять там пару сотен миллионов долларов, а может быть даже ярдов. Вот. И второе, конечно, и то, чем мы опасаемся, это продолжение мобилизации. Потому что руки развязаны, в принципе. Хотя, с другой стороны, такая неубедительная победа, она, ну, с бросами, фальсификациями в условиях, когда люди выстраиваются в очереди полдень против Путина. Это чуть-чуть сложнее будет, конечно. То есть, полдень против Путина осложнило им всю историю с принятием решения, да. Но мы же не знаем, может быть, Путин действительно верит, что там у него сколько там, 70 миллионов голосов. Ему же не рассказывать, что ему все нарисовали, чтобы деда не расстраивать. Поэтому, если Путин лично верит в свою такую убедительную победу, тогда ничего его не останавливает. Тогда он может, я думаю, после инаугурации, это где-то в начале мая она обычно бывает, он может действительно, да, дать команду, чтобы мобилизация возобновилась. Никто объявлять ничего не будет. Ну, понятное дело, она же до сих пор идет еще. Указ подписан на вечный. Да, указ подписан, ничего объявлять не нужно, просто будет команда и все. А регионы, цифры на выборах, которые дали, переписали, нарисовали Путину, они, наверное, во многом воспринимались не как собственный электоральный результат, да, потому что понятно, что цифры нарисованы, а как мерило лояльности местной власти. Отсюда 99,99 процента проголосовавших за Путина там в Чечне, 80 с чем-то процентов или сколько-то там процентов в Донбабве и в Луганде и так далее. Как с этой точки зрения по регионам прошли выборы и какие по регионам могут быть сделаны выводы, в том числе и в самих регионах? Я по регионам не отслеживал, но с учетом общего результата они даже перестарались. Не думаю, что была задача 87 процентов, но обычно как бывает. Да, в администрации решили 80 плюс по голосам и там явка 75 плюс. Вот, соответственно, дали команду губернаторам. Губернатор вызвали мэров, подумали, так, сейчас они мне что-нибудь не доработают, поставлю-ка я им прибавлю на 5 процентов. Прибавляет. Мэры собирает подчиненных, еще прибавляет. Ну вот так оно появляется, так появляются северокорейские цифры, потому что, не дай бог, если какой-нибудь губернатор будет сильно хуже выглядеть на фоне остальных, выбиваться, значит его поменяют. Поэтому это такая как бы тест на, даже не лояльность, лояльность-то понятно там 100 процентная, это тест на эффективность лояльности, да, ты можешь быть лояльным, но неэффективным, нахрена ты нужен. Поэтому ты должен кровь из нас, но обеспечить царю правильный результат. У российских губернаторов и руководителей областей региона была очень сложная задача, не меньше, чем нужно, но не больше, чем у Кадырова, чтобы не составлять Рамзанову конкуренцию в его словословии путинского. Да, ну да, даже в Москве, 80 сколько, 5 процентов, сначала вообще 89 было. Ну то есть это просто нереально, такого не может быть. Вот, и Собянин в принципе всегда старался, ну как-то не жить. Похрану. Да, ну видимо оно все уже надавили со всех сторон, и уже ты не можешь, как сказать, ты уже не можешь какие-то показатели занизить, даже в столице. По твоему мнению, точки напряжения для власти после этих выборов в течение, не знаю, там ближайших, ближайшего года или в течение ближайших двух лет, а что это может быть? Продолжение войны, мобилизация, закручивание гаек, понижение уровня жизни, ну это такие вот, да, там явные на поверхности. Что-то, что может быть? Продолжение войны, да, мобилизация, да, повышение налогов, да. И если начнутся репрессии против своих, против элит, тогда это может действительно систему перегрузить настолько, что на ней не держится. Понижение уровня жизни у россиян? Его не будет какого-то резкого. Ну, денег-то много. Путин продает нефть, вот, по высоким ценам, поэтому денег у него хватает. Да, понижение будет настолько плавным, что даже не сильно заметно. Тем более, что в тех регионах, где ВПК предприятия, там даже повышение происходит. Есть такое, да. Плюс гробавые. Понятно, что, грубо говоря, но, скажем так, реально, кто страдает сейчас больше всего, как это ни странно, это элиты и средний класс. А все остальные, ну, как хорошо не жили и не будем привыкать, а те, кто совсем плохо жили, то даже лучше стали жить. Гробовые приходят. Или, например, в каких-то там дальних регионах, где только там военные предприятия и вдруг туда кучу бабок прислали. У них выросли зарплаты. Поэтому ситуация такая, она очень сложная. Слушай, у Путина это уже там, сколько, правление до, 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 это сейчас 24-й, 30-й. 36-й год. Да, 36-й год. Это он переплюнет практически всех царей, кроме Екатерины Второй в своем пребывании на троне. Да, и вот насколько я понимаю, то, что ты говоришь. Я не думаю, что он планирует в 36-м останавливаться. Ну, здорово, в конце концов. До 36-го-то. Хорошо. Я тоже начинал. Давай пока, 36-й год. То, о чем ты говоришь, и то, что, в принципе, там все видят, это закручивание гаек, это ужесточение и цензуры, и ужесточение внутренней политики, и элиты, и так далее. Как ты думаешь, за вот эти вот там, типа, условно говорят, 12 лет, которые ему противостоят, появится ли реальный протест против него, который бы начинался от самого низкого до самого верха, да? Ну, блин, до 36-го года сидит один и тот же, с 2000-го. Да, какой протест? Если здесь не будет раскола в элитах, ну, никакого протеста не будет. Ну, разгоняется, любой протест разгоняется. Хоть там миллион человек выйдет, ну и чего. Ну, в Беларуси вышел каждый пятый. То есть протест работает в демократических странах, когда там сразу люди выходят на митинг, их поддерживает какая-то там партия, СМИ об этом, значит, все эти протесты освещают независимые. Вот, есть какая-то судебная система, ну все, тогда быстро это приводит к каким-то переменам. В диктатурах не работает так. В диктатурах закатают просто всех. Ну, не всех и не всегда. А потом здесь вопрос в том, ну хорошо, есть протестная, вот, грубо говоря, есть протестный потенциал. Полдень против Путина это показал. Ну, подчеркиваю, выбран какой формат? Вы идете типа на выборы. Вот, а организовано все за рубежом. Да, то есть призывать из-за рубежа людей, идти на выборы можно, а как людей призывать идти на баррикады, когда ты находишься за рубежом? Это никто себе не может позволить. А внутри нет никого, кто бы призывал. Ну, просто человек сразу арестует, там, посадит, и нет никаких организаций, нет ничего. То есть есть просто масса людей неорганизованных. Как это, моя любимая цитата, там, фраза, значит, это хороших людей больше, но плохие лучше организованы. Поэтому если люди неорганизованы, они не смогут ничего сделать. Даже если их много. Как они узнают, куда выходить, в какое время, например, даже? Кто это будет распространять? Слушай, ну, Майдан начался напомнить чего-то, ты же помнишь? Журналист написал пост. Правильно. А у нас есть кто-то, напишет, его тут же арестуют, сразу. И никто не будет распространять этот пост. И же вопрос не в том, что написать. Ну, ты написал пост, вот у тебя есть аудитория, даже если 100 тысяч, даже если миллион. А чтобы был эффект, нужно, чтобы этот пост перепостили там, не знаю, там, 10 тысяч человек. Вот тогда это становится как бы явлением, волной. Смотри, смотри, нет, даже не так. Явлением стало не это. Явлением стало, ведь на самом деле, по-настоящему массовым, Майдан стал после разгона, после 30-го числа. И тогда никто не призывал никого, никто не назначал ни на какое время. Майдан был разогнан, приблизительно в этот же вечер на Михайловской площади собрались люди, которых никто не звал, которые просто собрались по своей воле. На следующее утро было еще больше. Там не было никаких партийных этих, там, напротив, антипартийных выступлений. Мы просто не можем вообще эти два, две ситуации сравнивать. Потому что о том, что людей разогнали, да, украинцы откуда узнали? Соцсети, фейсбук. Ну, а здесь ничего-то в соцсети написать не можешь, раз. Дальше. На Майдан депутаты приезжали, мэры приезжали, олигархи помогали туда, денег давали. На первом этапе вообще нет. Я просто был там, я прекрасно помню, как загоняли депутатов, как загоняли всех остальных куда-то подальше. Мол, кыш отсюда, иди, все-все-все-все. Потом они уже появились, стали представители. Не важно, не важно. Я к тому, что это стало как бы событием, при котором часть Рады поддержала это. Какие-то регионы поддержали эту историю. СМИ об этом говорили, да. Никого там сразу не убивали и не задерживали на выходе. В соцсети можно было написать все, что угодно. Этого ничего нет. В соцсети написать ничего нельзя, они, во-первых, заблокированы. Все СМИ абсолютно под цензурой, ничего нет этого. Никаких депутатов, никто к тебе не придет, никто про тебя не расскажет. Еще стоят камеры, которые всех основных активистов, которые вообще хоть на что-то способны, возьмут при выходе из подъезда. Там система искусственного интеллекта работает, она выявляет сразу, кто где находится. Ну, там миллион камер в Москве. Да нет, ну это невозможно. И никто в соцсети не будет сейчас ничего распространять, потому что к нему придут прям сразу и посадят на 10 лет. Это же, это вопрос не то, что там люди какие-то не такие. Нету, невозможна организация в условиях, как бы, политического, как сказать, болота. Нету людей. Последний, кто там был, мог к чему призывать, убит в тюрьме, Алексей Навальный, который имел моральное право к чему-то призывать, потому что он находился в России. А уже ты из-за рубежа начнешь призывать. Тут тут же начнут, ты тогда, типа, сам туда езжай и призывай к чему-то. А что ты тут из безопасного места призываешь? Да и многие не будут призывать. Но это не работает так. Ну тогда России необходимая оппозиция, необходимо придумывать свою форму Майдана. Что-нибудь такое, ну, что-нибудь, что будет работать в ваших условиях? Майдан, возможно, и он работает в условиях, условно-демократических, в демократических условиях. Когда элиты расколот, и когда есть какая-то оппозиция в парламенте, вот, если этого ничего нет, никакой Майдан не работает. Даже если люди соберутся, их разгорят. У Лукашенко был Майдан. Чем он закончился, мы видим. И то, и то, это просто, он, Лукашенко, просто к этому был не готов. Путин к этому готов, в отличие от Лукашенко. У Путина намного круче спецслужбы, намного больше силовиков, миллион камер везде всех отслеживают. А Лукашенко не думал, что люди так соберутся. Поэтому долго он его разгонял. У Путина это все займет. Они разгонят всех еще до Майдана любого. Хорошо. Тогда точки напряжения, о которых мы только что с тобой говорили. Война, репрессии и так далее. К чему они тогда могут привести? К чему они могут привести? Да. К чему они могут привести, если не к Майдану? К какому-то очередному. Конечно. Я и говорю, что к Майдану приведут не действия оппозиции, а к Майдану приведет раскол элит. Потому что, когда он произойдет, это означает, что закончится цензура, по крайней мере, в части СМИ. Если он произойдет, то это значит, какая-то часть силовиков перейдет на другую сторону. Это значит, никого разгонять не будут. Все. Там меняются сразу условия, и выход на улицу становится осмысленным и безопасным. Ну, относительно. Да, безопасно. То есть расколы – это главное, к чему должны привести действия власти, действия оппозиции. Все должно прийти к расколу элит, прежде всего. Ну, конечно. Да, нужно создать такое давление на систему, чтобы она треснула. Спасибо тебе. Держим пальцем за треск и береги себя. Держим пальцем за треск и береги себя.